Если ты уверен, тогда делай свою работу. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. С вами я, Марус Алексей, компания Крофмонтаж. Вот я и прибыл на наш новый объект. Сразу хочу сказать, что здесь мы не делаем крыши с нуля. Здесь мы исправляем ошибки. Расскажу в двух словах, что здесь случилось. Сам заказчик, строитель, он имеет отношение к строительству. Как только он заподозрил неладное, он вызвал меня и бригаду снял с этого объекта и выгнал. Продолжат строительство уже наши мастера, работающие по стандартам Крофмонтаж. Специалисты по кровли и только. Ничего не хочу сказать против строителей, которые отсюда ушли. Но хочу заметить вот что. Это яркий пример, когда одна бригада или фирма берется строить дом под ключ. От фундамента до крыши. Фундамент залили отлично. Стены из газоблоков построили очень хорошо. Стропильная система, ну пойдет. А уж с кровельным материалом не справились. Кровлей должны заниматься специалисты. Если ты уверен, тогда делай свою работу. В принципе, простая двускатная кровля. Казалось бы, и делать тут нечего. Любой возьмет да покроет. А нет, ребята не справились. И я знаю почему. Один скат уже покрыт металлочерепицей. Второй скат, слава богу, еще не успели покрыть. Заказчик остановил их. Вот в стопке лежит новая металлочерепица. Нам следует вот этот скат демонтировать, произвести монтаж на ту сторону. Строители, когда это уже поняли, что отсутствует диагональ и неровно ложатся стыки металлочерепицы, они бросились это исправлять, но у них это не получилось. Например, скажу о себе. Положить качественную окладку кирпича облицовочного, но не знаю, или красивую керамическую плитку. В принципе, в принципе знаю, но я уверен, в каждой работе существует очень много тонкостей. Даже пропорцию раствора, надо знать материалы, как они себя ведут, как меня мешать и так далее. Много нюансов. Это годы упорной работы и опыта. Поэтому я за это не берусь, а делаю то, что знаю на отлично. Так, оператор, за мной. Вот я поднялся на леса. Специально, ребят, показать дефекты этой кровли. Материал, в принципе, не испорчен. Его можно спасти и сохранить. Благо, саморезы находятся в нужном месте. Обрешетка расположена правильно. Конечно, несколько саморезов перетянуты. При демонтаже металлочерепицы, использованные саморезы выбрасываются и покупаются повторно новые. Потому что резиновая шайбочка, она осаживается и деформируется. Смотрите, какие зазоры остались. Это сильно тревожит нашего заказчика. Тем более, у него эта сторона обращена к улице. А почему это случилось? Потому что в ровле отсутствует диагональ. Плюс неправильный монтаж. Неправильно был закручен первый лист. И с каждым последующим листом ситуация ухудшалась. Вот этот край уходил в желоб. Все ниже и ниже. Когда мастера спохватились, они начали каждый лист выравнивать, направляя его наверх. Наглядно видно на этой плоскости. Видите, эти листы должны в одной плоскости находиться. Но есть один нюанс. В прямоугольнике не одна же плоскость. Выравнивая одну плоскость, нарушается вторая. Вот к чему это привело. Помимо этого, еще куча мелких недостатков. Например, смотрите. Видите, как закручено снегоздержание. Уплотнитель не закрывает отверстия. Сюда будет течь водичка. Я сначала подумал, что может какой-то не комплект. Но смотрю в инструкцию, вложенную в упаковку. В одном комплекте. Четыре кронштейна. Две трехметровые трубки. И 16 эпидем уплотнителей резиновых. Это значит по четыре штуки на один кронштейн. А мы видим, здесь использовалось только три. Два с этой стороны и один с той. Это грубейшая ошибка. Но, ребята, все вложено. Все написано. Остаются лишние. Но явно видно, что не хватает. Я просто не знаю, в чем проблема. Есть нюансы с карнизной планкой. Которая установлена непонятно как. Восточный желоб не установили сразу. Не знаю, не могу понять хоть мысли ребят, что они хотели здесь. Как мы будем это исправлять? Демонтируем эту металлочерепицу. Выровняем плоскостя кровли. Выровняем обрешетку. Поймаем диагональ до миллиметра. И вернем кровельный материал на место. И покажем результат. Вот этого всего безобразия не будет. А теперь смотрите, как мы все это будем исправлять. Субтитры делал DimaTorzok 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 Я вам показывал, как было. Настал момент показать, как стало. Как мы сделали, исправили ошибки. К счастью, до нашего приезда была покрыта одна сторона. И мы приняли решение с лицевой стороны уже использованную металлочерепицу демонтировать и перенести на противоположный скат. Что мы сделали? Почему? Потому что именно этот скат, он лицевой, где проходит дорога, ездят машины. На этом нужно сделать сильный акцент. Уже слегка помятую металлочерепицу мы все-таки покроем на противоположный. Там пусть смотрит сосед. А здесь пусть смотрят гости. Наши мастера поймали диагональ кровли, выровняли обрешетку и произвели монтаж металлочерепицы. Мы произвели перемонтаж снегосодержания и установили резинки, сколько это необходимо по инструкции. Зазоры все соответствуют. Те, что есть, это в пределах допуска. Я только что поднялся с улицы, смотрел, ни один стык металлочерепицы не просматривается. Здесь, конечно, видно все нюансы, но это и понятно, это кровля, это не паркет. Это в пределах допуска. Обратите внимание, как установлен водосток. Если пунктиром продлить кровлю, то кронштейн водостока, он не должен быть барьером кровли, а чуть ниже, сантиметр или два, либо хотя бы на уровне. Для чего? Чтобы исходящий снег его не вырвал или не выгнул. И в зоне водостока мы гнули карнизную планку, специальную, прикрыть эту зону, для того, чтобы наполняющийся снег и вода не перелетали с этой стороны. Перед сдачей объекта мы тестируем водосточную систему, наполняем водой. Сегодня с утра был дождь, как видите, водосток сухой не наполнил, а это говорит о том, что здесь сделана разуклонка, и вода медленно уходит к водосточным трубам. Каждый стык водосточного желоба должен быть герметичный. Неприятно потом возвращаться, доделывать свои работы. В процессе монтажа кровли я уговорил заказчика установить два мансардных окна в кровлю. Поверьте мне, пройдет несколько лет, стоимость этого окна забудется, а положительные эмоции от окна останутся. Заказчик, надеюсь, будет мне благодарен, что я уговорил его. Нам пришлось выпиливать две стропильные балки, для того, чтобы сформировать проем. Откос в нижней части должен быть вертикален, а откос в верхней части должен быть горизонтален. Таковы требования производителя. На мансарде мы сделали утепление в 250 с перекрестным утеплением 50 мм. Делали поперек контрабрешетку и в сумме у нас получилось 250 мм. Все стыки и сопряжения пароизоляции тщательно проклеиваются в этих местах и между собой, чтобы на мансарде не образовывались теплопотери. И монтируется поддерживающая обрешетка, чтобы не провисал утеплитель. В дальнейшем по этой обрешетке будет производиться отделка мансардного помещения. Работа сделана. Сделана, я считаю, на совесть. Доволен заказчик, довольны мы. И, надеюсь, и вы довольны. Как оцените? Прекрасно. Быстро, спокойно. По десятибалльной системе сколько вы поставили? 9-10. 9-10. Есть над чем работать. Это уже, в принципе, показатель. Мы сами строители, вот мы дымоходы монтируем. Молодежь, растет хорошее. Да. Алексей, понятно, что... Не, у нас контроль просто. Предводитель, да, но молодежь трудолюбивая. Ну что, на этом все. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. До новых встреч. Пока.